ассаляму алейкум с вами ислам тв арабская фраза машааллах обычно используется мусульманами когда они видят что-то что высоко ценят или радуются также эти слова употребляются при выражении восхищение или добавляется к похвале другого человека так что же означает фраза машааллах и когда правильно будет использовать эти слова но прежде чем продолжить не забудьте поддержать нас поделиться и нажать на колокольчик а после просмотра поделиться полезной информацией досмотрите это видео до конца чтобы не понять меня неправильно давайте сперва узнаем откуда взята фраза машааллах значение слов машааллах встречается суре корана альках смысловой перевод если бы ты когда вошел свой сад сказал что так угодно аллаху нет мощи кроме как с аллахом или ты видишь меня беднее чем ты и имуществом и детьми в этой истории аллах рассказывает о человеке которому он даровал два виноградных сада окруженных пальмами а между ними поля с урожаем этот человек беседует со своим другом хвастался что у него больше богатства и больше детей чем у его друга мужчина утверждал что его сады никогда не погибнут он также отрицал что будет судный день а даже если бы он не был то аллах дал бы ему еще лучшую награду второй друг ответил на его похвалы вопросом о вере неужели ты не веришь того кто сотворил тебя из праха а затем из капли спермы а затем сделал тебя человеком затем сказал ему что богатый человек должен признавать благословение аллах и приписывать все богатства только ему одному последующих аятах повествуется о том что богач был лишён обоих садов и причиной этому послужило то что он не выражал признание что его владения принадлежали ему по воле всевышнего что значит маша-ллах рассмотрим фразу маша-ллах перевод на русские значения составляющих ее слов посмотрите как пишется маша-ллах на арабском фраза состоит из трех частей первое ма частица указывающая на что-то и означающие это которые второе ша это глагол имеющий значение пожелал и третье ла аллах в котором по правилам арабской речи буква а олив из артикля аль не читает если ему предшествует другое слово таким образом мы видим что маша-ллах переводе на русский дословно означает это то что пожелал аллах как правильно пишется маша-ллах для того чтобы не искажать значение фразы маша-ллах надо знать как правильно писать ее с помощью транслитерации русскими буквами так как она состоит из трех арабских слов но при ее произношении используется правило следного чтения нужно использовать один вариант написания раздельные маша-ллах а теперь посмотрите как будет неправильно делить эту фразу на две части и записывать таким образом маша-ллах или маша-ллах запомните дорогие братья и сестры так делать нельзя этим вы меняете сам смысл фразы когда произносится так как маша-ллах в переводе означает это то что пожелал аллах то человек который произносит эту фразу признает что приобретением блага происходит по воле всевышнего аллах тот кто обладает всеми богатствами миров и он наделяет им кого пожелает это понимание очищает сердце и разум от горделивости и высокомерие побуждая к проявлению благодарности аллаху коране приводится пример прекрасного нрава пророка сулеймана алейсалям который был самым богатым человеком на земле и он был признателен аллаху задаровано ему имущество показывая людям пример отношения к мирским богатством давайте послушаем суру смысловой перевод господь мой оказал мне эту милость для того чтобы испытать буду ли я благодарен или же буду не признателен кто благодарен тот благодарен во благо себе а если кто не признателен то ведь мой господь богатый великодушный сурана мыль аят 40 данное выражение уместно говорить если в вашей жизни произошло что-то радостное так как оно является выражением убежденности в том что создателем всех вещей дарителем благословения является всевышний аллах следовательно фраза маша аллах служит формой выражения благодарности всевышнему аллаху также мусульмане часто используют фразу маша аллах чтобы избежать сглаза например если мусульманин узнает новости о благополучном рождении ребенка или когда видит что-то что радует его и умиляет то комментируя радостные события или наблюдения добавляет фразу маша аллах так мусульмане стремятся продемонстрировать свою искреннюю и бескорыстную радость по факту случившегося и не оставить возможности проявиться сглазу или чьей-либо зависти например ты прекрасно сегодня выглядишь маша аллах ну вот теперь зная как переводится маша аллах и глубокое значение этих слов и видя бесчисленные блага дарованные нам в этой жизни не надо забывать о том что все что мы имеем это потому что так пожелал аллах спасибо вам за то что следите за нашим видео не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал ислам тв а аллах знает истину и да благословит аллах нашего пророка мухаммада алейхиссалату ассалям и его сподвижников и его семейство да хранит вас аллах дорогие подписчики до новых встреч ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуму